Всем привет, с самого начала я свой стадий-влог. Ну, сейчас я думаю, вы заметили, да, что я собралась. И да, я иду в школу. Довольно неожиданно, да? Ну, в общем, у нас просто сборы. Ну, там, опять, наверное, ничего не скажут, но я как ответственный ученик, в конец уже пойду. Деваться мне некуда, так что буду выдвигаться. Итак, я вернулась со сборов, ничего со мной не снимала, потому что мы просто стояли под деревом, да. В общем, конечно же, особо важной информации не было. Просто сказали, во сколько приходить, что будет. Из интересного нас по двум предметам поменяли учителей. Математики и по химии. Не знаю. Когда меняют учителей, это просто всегда к новому привыкать, подстраиваться, как-то адаптироваться. Ну, ладно, что ж поделать. До сборов, чтобы мне как-то не доходило. То, что вот скоро в школу. Я бы понимала, но как-то не осознавала. Но сейчас поняла. И стало грустно немножко. Ну, ладно, пофиг, со всем справимся, что все будет хорошо. Сейчас я буду убираться, да. Я снимала видео два дня, считай. И Бэйк Плэскул тут как бы без комментариев. У меня уже такой вот реально два дня стоит. Я еще тем покажу, но самого аттреса показывать не буду. Просто вот, я не знаю, это самая малая часть того. Еще и мало, но я покажу. Короче, сейчас буду убираться. Ну, что... Ну, потому что. У меня вот на полу все. Да, я свинь, знаю. Ну, что, я не знаю. Как вы можете заметить, когда я выбираюсь, я слушаю аудиокнигу параллельно, да, «Тихий дом». Короче, хочу рассказать то, что в воскресенье я, если я думаю, включила параллельно, выбираю какие-то фотки, либо монтирую на более такие технические моменты, когда мозг освобождён, а когда я делаю что-то такое механическое, вот. То, что я слушаю «Тихий дом», я очень быстро продвинулась, я уже почти седьмую часть заслушала, и, в принципе, я всё помню. Возможно, да, какие-то моменты военные, там не особо, но, в принципе, реально, думаю, это намного быстрее, как-то удобнее. Конечно, у меня есть в голове, за что нет, я не сама прочитала эту книгу, я прослушала там, но я думаю... Ну, я думаю, ну, блин, если что, когда-нибудь будет время, может быть, перечитаю это всё, но особо надобности не вижу, в принципе, очень удобно, знаю немного чисельства, но что ж поделать. Такая жизнь. Итак, ну, более-менее убралась, было, если честно, намного хуже, правда, а вот тут всё было заварено, ну, вот единственное, не знаю, просто я не хочу это собирать, потому что потом так и не закончилась картина, да. Я очень давно её не рисовала, ну, ладно, вот так вот, фим-сик-пим-сик, да, конечно же, я сохранилась в стаканах. Сейчас, как вы видите, я переоделась, да, надела спортивную форму и буду заниматься спортом. Давно это не делала, но пора. Буду стараться выполнять определённый план, как бы, чтобы регулярнее и больше заниматься, и также больше по времени. Так что сейчас выберу себе что-нибудь и буду делать. А, и, кстати, да, на фоне буду слушать, конечно же, «Тихий дом». Без истории искусств, надо заканчивать. У меня вторая половина лета, это просто «Тихий дом». Это да, если у тебя, когда надо узнать,when ты решала, пока не захватил. Ну что ж, сейчас я буду делать домашку в Мэйнлайн-школе. К сожалению, впервые-то я занимаюсь в Иго-Лэнде по литературе. И вообще, уже летняя школа закончилась. По-моему, 24 августа там было последнее видео, вебинар. Если что, Гарик. Поэтому какие-то, может быть, странные звуки. Не знаю, слышно, нет. В общем, да, это написано, что-то с 31 числа надо сдать себе домашки. Мне еще осталось две. По «Даме с собачкой», кстати, я ее читала. Ну, очень давно, еще до поездки в Ростов. Вторая домашка там надо по песне, свою любимую песню анализировать. Я не знаю, у меня любимая песня испанская. Что делать? Ну ладно, я что-нибудь еще подумаю. Вообще, если честно, эту домашку по песне делать вообще не хочется. Но вот «Дама с собачкой» меня ждет, поэтому сейчас буду делать. Это у меня и так, что очень мало времени занимает. Где-то часик, полтора, если не два, то я уделяю. Вот так вот выглядит. Буду писать еще. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я все написала. Не знаю насчет правильности. В двух-трех заданиях я сомневаюсь. Но проверку я уже отправлю завтра с утра. Все не показывано, я еще монтировала. С Гариком мы гуляли. Сейчас уже довольно поздно, 10 часов. Я буду ложиться спать. Потому что вчера я вообще легла в 12, потому что монтировала видео. Выкладываю его. Это, конечно, антипропагандирует. Но у меня бывают тоже такие моменты. Надо сказать что-то срочно. Если проснулась, я все равно в 7.20. То есть на 20 минут позже. Сейчас буду заниматься дуалинга, поотжимаюсь. И все, буду спать. Все, всем спокрино. Итак, всем доброе утро. Второй день. Я проснулась в 7. Сейчас думаю, что буду читать. Конечно же, стихий дом. Что я еще могу читать? Села на свое место. И вот хочу сказать то, что я, получается, слушала вчера. И позавчера я слушала. Не знаю, в принципе, вроде как все усвоено. Но я, наверное, буду все равно перечитывать. Некоторые моменты, что я прям плохо запомнила. Чтобы закрепить. Но вообще, получается, сейчас, если как я послушала, то где-то на 565 странице из 661. Поэтому буду сейчас читать. Не думаю, что много. Итак, я почитала, но не так, чтобы много. Минут 30. Ну, думаю, пойдет. Сейчас, конечно же, пойду кушать. Также без этого. Итак, что начинаем учебу. В общем, сегодня у меня будет полностью, я думаю, французский день. Потому что завтра занятие. То моя репетитор отменяла, то я отменяла. И накопилось там, знаете, дезерски очень много. По учебнику и по Дельфу. Но я решила то, что было делать сегодня Дельф. Да, если что, я не сдаю ЕГЭ по французскому. Я сдаю другой экзамен Дельф. И вот, кстати, он уже в октябре. То есть меньше двух месяцев. Мне становится все страшнее и страшнее. Потому что я думаю, вдруг я вообще не сдам. Но упустим этот момент. Будем верить в себя. Вот поэтому сейчас буду делать. Тут очень много. Тут, получается, два текста мне надо сделать. Еще сочинение. Сочинение это вообще самое нелюбимое. И, наверное, будет еще делать спикинг. Но это в последнюю очередь. Вообще, надо на нем тоже заниматься. Потому что, думаю, это лучше прорешает чтение вот это. Напишу письмо. А устной части всегда пренебрегаю. И так напишу письмо. Первый текст я сделала. И да, если что, вы не думайте, что я беспрерывно там все пишу. Я отвлекаюсь. То на телефон, то еще что-то. У меня в сетоке просто все говорят. Ау, ты не отдыхаешь. У тебя будет выгорание. Ну, чего-то. Поэтому просто говорю. На всякий случай, знаете. Вот, получается, вот этот текстик. Я перевела. Ну, с переводчиком слова, которые не знают. Если что, потом она будет их словарь. Но, наверное, не сейчас. И сделала тут все. Ну, в принципе, мне показался довольно простой. Как бы, с теми, что было. Ну, прикольный такой. Мне понравился. И теперь я буду делать второй текст. Он такой же по объему. И заданий там, ну, в принципе, плюс-минус так же. Вот всего два текста перевести огромные. И упражнение к нему это надо за час сделать. Все. Два текста. Я один текст, наверное, делаю больше часа. Ну, ладно. Что ж поделать. Итак, ура. Я все сделала. Ну, эти тексты. Кстати, вот тут вот в окне я открываю текст. Который, как бы, вот это вот, да. Чтобы делать упражнение. Потому что надо некоторые прям выписывать. И мне осталось вот это вот. Приступать я, конечно же, сейчас к нему не буду. Да. В общем, мы сейчас пойдем в оптику. Там все среди насчет очков. Также в секонд-хенд. Да, мое любимое занятие. Ходить по секонд-хендам. В общем, там сегодня 80% на скидка. Поэтому я не могу не поехать. Да, поэтому буду, наверное, сейчас собираться. И все, выходим. В общем, в секонд-хенде я хочу найти где-нибудь майки, футболки. Точнее, ну, наверное, домашние больше. Наверное, лучше не стоит строить ожидания. Потому что, может быть, опять плохой завоз. Так что, ни от ожиданий нет проблем. Идя в секонд-хенд. Да, в общем, там ничего не было нормального. Я реально искала довольно долго, но ничего не нашла. Но ничего. Ну, ладно, упустим этот момент. Все-таки у нас тут стадий-влог. Все, там, получается, такой полу-стадий. Но ничего. В общем, да, буду приступать к письму по Франции. Откладывать не нужно. В общем, буду писать. Вот письмо опять надо написать директору. Буду делать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok